Я не случайно остановился на филированных звуках, потому что увлечение вот этими упражнениями, они иногда приводили к тому, что человек сам не мог определить свои возможности. И губы садились, утомленные были, воспалялись, и нельзя было определить, чем человек, в общем-то, готов, что он способен делать. Ну вот поэтому я еще раз подчеркиваю, что значение губ – это микрофон, не микрофон, а как это называется, который подстройка, аппарат для подстройки 440. Вот для каждого звука Положение губ должно соответствовать, как на рояле, педаль. Губы, дыхание, пальцы должны сработать. Мы сегодня это и будем показывать вам. Значит, для начала в этом процессе надо сначала сыграть разминку, надо согреть губы, для того, чтобы они способны были вот эти вот движения мышечные исполнять. Разминка у вас там есть, номер 3? Пожалуйста. Мне будут помогать студенты училища. Номер 3. Так, пожалуйста. Положим, вы начинаете играть, и у вас губы утомлены от предыдущего дня, или они сухие. Поэтому нельзя давать им сложные нагрузки всякие, в том числе и пьяно. Это тоже сложный момент, который надо подготовить. Если мы начнем сразу с пьяной играть, у нас может не получаться. И более того, это может даже приводить к тому, что может образоваться такая профессиональная, нехорошая привычка, когда как человек не может произнести слова, так и трубач не может начать играть, если он так осторожничает. Пожалуйста, все, мецафорта. Только на 2 это будем делать. На 2. И. Пьяно. И. Па. Па, па. Па. Значит, мы не подстроились. Это тоже наша забота. Никто не должен этим заниматься, ни дирижер, ни солист, ни концертмейстер. Нам дают звук. Пожалуйста, каждый должен уметь подстроить свой инструмент правильно. Это тоже надо учесть в своей практике. Пожалуйста, возьмите еще раз соль. Давай, по очереди, каждый. Так уже у вас не строят. Определите. У тебя немножко высоко. Па. 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 Следующий. Следующий. Вот возьмите еще раз. Немножко высоковато. Низковата. Немножко низко. Да. Низко-высоко получается. Да. Вы знаете, это то, с чего начинается вообще все. На пражской весне первый тур проходит анонимно, под занавесом, неизвестно, кто играет. Но для того, чтобы подстроиться, там надо два раза взять ноту до. Пианист дает, потом трубач исполняет, опять пианист и потом трубач. Если взял третий раз, то это уже может быть каким-то сигналом, что это я играю. Потому что неизвестно, кто играет на первом туре. Поэтому у нас были трагические такие случаи, когда снимали с конкурса сразу уже на этапе подстройки инструмента. Надо действительно с двух попыток уже подстроить себя и знать, как он идет. Дальше играем. Следующую строчку. И. Да, не надо только играть, не надо играть ее длинно, длинно. Но ведь что здесь достигаем? Атака, начало звука. Вот то, что нам сначала дается трудно в первый момент, когда мы берем инструмент в руки. Вот мы должны пробить, заставить, заставить инструмент зазвучать. Пожалуйста. И. Раз. Не надо тянуть. Пиано. Пиано. Молодцы. Хорошо по нотам сыграли, хотя ноты неправильно написаны. Но они сыграли то, что написано в нотах. А ноты неправильно написаны. Вот это вот есть разминка, которой мы можем посвятить несколько минут. Но уже мы созрели, мы уже согрели губы, у нас уже чуть-чуть что-то такое начинает оживать. Но главный элемент этого утреннего урока должен состоять в исполнении вокализов, которые развивают мышцы губ и дыхание, и звук формируют, и губы укрепляют. Но это, в общем, основа. Это вместо длинных звуков, которые когда-то считались важнейшим. Но дело в том, что длинные звуки, они лишены движения. Поэтому здесь очень статично, от статического положения утомлялись губы очень быстро. Вот я на этом тоже в своё время горел, как говорят. А это для записи, да? Спасибо. Далее. Так, пожалуйста, вот я хочу вам дать листочек. Сегодня мне пришла такая мысль в голову, как это бывает. А у вас есть листочка Нокерова, да? Вот так вот там номер первый. Но, кажется, второй вокалист, да? Где-то листочек. Ага, правильно, да. Ну, это, в общем, и вокалист, и... Сыграйте его втроём. Мы вместе будем играть. Пожалуйста, я прошу извинения, удобнее сидите. Начали. Раз, два, три, четыре. Так, это и есть элемент длинного филированного звука. Это уже соединяется и атака. Рам-па-ра. Пожалуйста, начало. Длинный андар. Длинный андар. Дайте, давайте только голоса ту. Субтитры создавал DimaTorzok